Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу поделиться с вами своей радостью. Как бы давно хотел себе приобрести хороший, удобный ножик для походов, для рыбалки. Чтобы всегда нож был с собой в кармане, при этом не занимал много места, не мешал. Ну и конечно больше я брал его для грибной охоты. Взял опинель, французский нож, довольно интересный замок здесь, замок-предохранитель для ножа, размер девяточка. Сразу видео не стал снимать, решил им немножко попользоваться и поделиться своими впечатлениями. Брал опинель карбон, то есть углеродистую сталь, решил не ржавейку не брать, так как углеродистая сталь держит немного лучше и дольше заточку. Ну и теперь хочу вам сказать плюсы и минусы, которые мне в данном ноже понравились. Минус, нож после каких-либо действий, как видите, немного ржавеет и окисляется. В принципе, если хорошо ухаживать за ножом, это все без проблем снимается, убирается. Но вот есть такая проблема у углеродистой стали, что она ржавеет. Сразу же при покупке, когда принес нож домой, ручку обработал в льняном масле. То есть поместил в емкость и где-то часа три на паровой такой бане ручку держал в льняном масле. Немножко подгорело, но вид ручка не потеряла. Зачем я обрабатывал ручку в льняном масле? Здесь как бы было лаковое покрытие, а вот где прячется лезвие, канавка, канавка была вообще не обработана лаком. И я так подумал, что после попадания влаги ручка может разбухать, лезвие будет плохо работать. И решил его так вот проварить. С одной стороны мне понравился данный замочек. Можно зафиксировать и лезвие стоит, никуда не двигается. Также в сложенном состоянии замочек закрывается и нож не откроется. Хорошо от детей. Если вдруг ребенок возьмет в руки, то он не сразу может и догадаться, как его открыть. Минус данного замка, когда попадают сюда песчинки, песок, надо хорошо промывать. Почитал на форумах, что некоторые даже разбирают, снимают эти замки, промывают. Но опять же, в этом нет ничего страшного. Все легко можно устранить. Понравился обух и спуск ножа. Данная форма очень удобна для нарезки. Хорошо нарезает продукты. Что я продемонстрирую в этом видео. Нарежу ряд продуктов и посмотрим, как он справляется со своей задачей. Мне сразу хочу сказать, ножик очень понравился. Хорошо лежит в руке. Довольно удобная ручка. Но немножко не хватает длины лезвия. Я взял девятку. Если взять десяточку или двенадцатый номер, будет его вполне хватать. Но таким ножиком грибы, конечно, хорошо будет срезать. Колбаску, сальца порезать можно. Но если большая вареная колбаса, то забивается даже немного в замок. Большие крупные фрукты, овощи, колбасы, мясо не особо удобно им будет резать. Ну а в целом, хочу повторить, данный нож очень понравился. И сейчас попробую убрать ржавчину таким специальным средством. Цептор для полировки металлов. Посмотрим, как данное средство справится с этой задачей. Сейчас намажу немного. Немножко дам постоять и смою. После этого вам покажу, как средство справилось с данной задачей. Ну вот, коллеги, как видите, данное средство для полировки отлично справилось. Убрало всю коррозию с лезвия, всю грязь. Я это сделал очень быстро, промыл. Если хорошо постараться, то можно довести лезвие до отличного красивого блеска. Если хорошо за ножом ухаживать, лезвие у вас всегда будет чистое и в порядке. Сейчас нарежу быстро продукты. Как говорится, после любого теста ножа, с продуктов можно сделать хорошую вкусную пиццу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!